добрый день у меня есть приятель один он живет в доминикане в доминиканской республике русский давно уже живет лет 15 и вот я как-то с ним общался занимается строительством бизнеса а доминиканился уже язык знает хорошо в общем вжился уже больше 15 лет там находится и вот рассказывает мне такую историю незамысловатую из которой можно сделать очень полезные выводы для нас говорит что вот он строит дом и продает его строить дом продает у меня есть несколько домов на продажу поселок где живут иностранцы в основном и доминикана такая интернациональная страна там много всяких разных представителей разных регионов стран и континентов и вот он говорит приехали какие-то ребята австрийцы молодая семья муж жена двое детей молодые поддыхали посмотрели понравилось пришли и говорят мы будем жить доминикане нам нужен дом бизнес здесь организуем сами завтра сейчас поедем домой все там распродадим и вот начнем здесь жить и заниматься бизнесом он будет ну пожалуйста вот хотим вот этот дом у вас купить он говорит но цена вот такая там несколько сотен тысяч долларов они говорят но у нас денег таких нет но вот мы можем дать задаток зачем не задаток ваш вы хотите покупать покупаете хотите взять в аренду арендуйте живите нет вот мы хотим мы знаем что мы добьемся успеха мы здесь будем делать бизнес и потом с тобой рассчитаемся ну так 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 хорошо уступил он им короче говоря поехали они в свою родную австрию продали все подняли сколько могли денег и и привалили благополучно доминикану вселились в этот дом отдали ему там какую-то седьмую или восьмую часть стоимости дома из расчета что остальное заплатят ну чтобы аренду не платить типа уже мол наше имущество и мы просто доплатим и все заключили договор стали жить арендовали кафе в городе бавара городишко большой центральной части в хорошем месте взяли в аренду пустующее помещение под кафе и организовали там уютно по-австрийски красиво с салфеточками с занавесочками со всями со всякими этими австрийскими штучками на привозили с собой всех вот этих вот атрибутов ресторанного бизнеса местного я имею ввиду и завтра и ну ну просто конфета вот заведение организовали там пищу то все ну 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 чисто по европейски комар носа не подточен одна проблема люди не идут не идут и все и так и реклама и там то все нет людей нет отдачи не двигается бизнес нету посетителей и вот они значит работают месяц работают два работают три посетителей не приходят они к этому владельцу дома и начинает этот парень хозяин глава семьи этой австрийской ныть что вот может у нас бизнес не идет может мы ошиблись может быть мы не то делаем зря мы приехали надо было не торопиться надо было ребята вы только четвертый месяц но разберитесь в чем дело но ну поймите почему нет клиентов уже готовите вкусно да у вас чисто красиво да вместо проходное народу вокруг много да ну какая то же есть причина почему не идут вот это мы не знаем менталитет вот мы мы наверное ошиблись короче говоря и полгода они не продержались свернули все потеряли деньги за этот дом который не заплатили за аренду этого помещения кафе и не солоно хлебавши вернулись в свою родную автору и исчезли с его горизонта почему я это рассказываю если человек взялся за бизнес если он принял решение то надо ставить до конца это первое надо искать причины если бизнес поначалу развивается плохо но это нормально когда вот в данном случае я не специалист по ресторанного бизнеса но я так думаю что это же нормально когда совершенно новое заведение совершенно непривычное для местного колорита не учитывающие обстоятельства не учитывающий менталитет местных жителей ориентированное и вообще неизвестно на кого то ли на бедных то ли на богатых то ли на средний класс то ли это ресторан то ли это забегаловка но короче говоря они просто сделали кафе и все бизнес должен быть ориентирован на конкретный слой населения на конкретную группу людей со своими интересами устремлениями вкусами желаниями они этого не учли во вторых но доминиканцы народ веселый легкий непритязательный они не привыкли ко всякого рода изыскам я не хочу сказать чтобы до меня там есть такая крутизна что мало не покажется одна пару сотен долларов оставишь в ресторане и глазом не моргнешь но в данном случае это было заведение в обычной такой обстановке в городе где полно было местных аборигенов и обыкновенных людей те которые ездят на велосипедах на мотоциклах на на дешевых машинах ходят пешком и я так думаю что они просто побаивались заходить в такое отутюженное такое в рафинированное помещение это просто непривычно для них эти белые скатерти с австрийским орнаментом и прочими разными они просто не приучены их никто туда не завлек они просто и не не вкусили не разобрались не поняли никто и до них не достучался никто не показал им их выгоды что качество что дешевизна что чисто что вкусно что на это же требуется время и уехали люди потеряли деньги и разочаровались и может быть они оказались вся жизнь их повернулся совершенно в другое русло может быть они надломились скорее всего они разуверились в своих собственных силах вообще в этой теме в бизнесе может быть вообще перестали после этого заниматься частным предпринимательством и это печально это очень печально в нашем случае если применять к сетевому бизнесу у у нас есть огромные преимущества нам не надо инвестировать столько денег нам не надо столько головной боли чтобы организовать бизнес и начать ими нам не надо столько колоссальных усилий и столько риска сколько требуется для того чтобы развить вот это дело но мы с вами должны учитывать учитывать те же самые факторы которые необходимо учитывать для успеха в бизнесе в любом в любом чтобы я сделал я бы продолжал стоять на своем это первое я бы бился до победы это раз второе я бы не стал как они рисковать и ставить все на карту они все свои деньги вложили в дом и потеряли это была глупость такая во-вторых во-вторых в-третьих я бы искал разные варианты применительно к условиям что имею ввиду я бы искал категорию людей определил бы на кого ориентирован мой бизнес и держался бы строго строго вот и из исходя из потребности этого слоя людей подбирал бы под них вот изучал бы работал бы над этим и я уверен что можно было бы раскрутить там этот бизнес если бы соблюсти два основных принципа первое стоять до победы и второе интенсивно подбирать ключи кто и категория людей на которых ориентирован бизнес абсолютно точно то же самое только в гораздо легче есть в нашем сетевом маркетинге нужно начать бизнес и исходить из того что я буду здесь работать до тех пор пока не попрут деньги в сетевом бизнесе есть деньги много нужно и взять это первое буду работать до тех пор пока деньги не пойдут и не буду ныть страдать вякать и жаловаться до тех пор пока бизнес не будет отлажен и второе самое важное я бы не бросался на тех людей на тех потребителей которые никакого отношения к моему бизнесу не имеет или имеет такое отдаленное я бы старался ориентироваться на 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 тех для кого мой продукт если у меня бедные люди ничего не понимают большинство так ничего не поймет сожалею нету законов нету правил нету написанных на бумажке в книжке в учебнике постулатов которые бы вколачивались в башку каждому начинающему вот это а вот это б вот это в вот это ц вот это г вот это д вот это так и так далее да складывая эти буквы получишь вот это вот на чем стоишь дважды два четыре два плюс два тоже четыре понимаете нету этого нигде не написано и люди приходят и начинают горе мыкать выдумывать придумывать форсировать страдать терять разочаровываться и те деньги которые грудами лежат в сетевом бизнесе становятся нетронутыми этот потенциал так и остается и это ужасно я наверное книгу напишу возьму и напишу книгу как я научился извлекать деньги из сетевого бизнеса десять лет я этому учился не имея денег по сути дела делая сумасшедшие ошибки невероятные ошибки просто дурацкие я бы назвал их но к сожалению их делает абсолютное большинство заходящих в бизнесе и я не одинок в этом вот я бы все свои ошибки проанализировал и книжки в этой покажу я покажу проанализирую покажу как этих ошибок избежать не десять лет потратить для того чтобы дойти к успеху а за год пройти все эти ошибки и выйти на доход ну скажем на 2 3 4 5 6 тысяч хотя бы долларов в месяц если вы за пару тройку лет выйти на такой доход это уже это уже залог вашего будущего успеха а один из главных моментов ну два вот на примере этой истории которую я так долго вам рассказываю состоит в следующем первое нужно взявшись за дело стоять до конца до победы и искать причины и устранять их почему бизнес плохо работает и второе нужно ориентироваться на тех людей которые могут дать тебе прибыль которые откликнутся на твой продукт на твою услугу и станут твоими лучшими потребителями понимая и осознавая всю выгоду которую ты им несешь желаю вам удачи и и и и и и и